всем привет привет добрый вечер добрый день дорогие друзья сегодня у нас прямой эфир прямой эфир мы отвечаем на вопросы по энергии рода по энергии рода сейчас мы находимся на бали здесь у нас 11 часов вечера я проснулся но оба проснулись да мы 15 минут назад потому что отдохнуть режим дня здесь другой два часа я точно два часа точно успел поспать или три ну ладно это не суть важно и так еще раз дорогие друзья мы пока потихонечку просыпаемся и приветствуем вас мы будем сейчас отвечать на какие-то вопросы да часть вопросов прислали уже до этого когда мы опубликовали stories с рекламой и я буду также мониторить эфир задавать какие-то вопросы читать их из эфира как на человека действует энергия рода вот сразу я вижу как на человека действует энергия рода ребята напрямую действует в прямом смысле слова потому что это первый первый энергетический поток который встречает человек вот в этом воплощении на момент рождения он попадает в эгрегор рода и то есть он попадает свою семью то есть его рожает мама не знаю как детьми из пробирки я прямом смысле слова это говорю потому что чтобы здесь отследить здесь надо наблюдать за большим количеством людей нежели то количество это попадалось мне и вот энергия рода это поток здоровья который получает человек а тут это опять-таки первый уровень потоков в иерархии потоков поток здоровья вот эта энергия рода и если в энергии рода все хорошо то есть со здоровьем все хорошо вот поток здоровья то как у вас со здоровьем в прямом смысле слова на телесном уровне именно на физическом уровне это вот в первую очередь эгрегор рода плюс там дальше идут другие влияния потому что то что есть еще в эгрегоре рода это те программы которые передаются по по энергия по эгрегор рода информация это в дальнейшей жизни реализуется и это тоже влияет на человек это это базовая это просто основы и базы для энергии человека сходить все берут влияет на вас то что вы родились от своей папы мама ну очень сильно очень сильно поэтому есть такое вроде простой вопрос а так ну это вот как раз для разгона хорошо так еще вопрос ну можно не да если не по энергии рода да вот какие вопросы прислали прислали давай сейчас посмотрим так пойдем по списку вот может быть хорошо вот там наивность это хорошо или плохо причем как избавиться от этого качества наивность ребята наивность это опять-таки такая мне кажется это чистая такая чистое качество из детства это как открытость открытость это это всегда хорошо взрослому человеку быть открытым наивным гораздо сложнее потому что это просто бы опасно быть открыто потому что туда могут и плюнуть но это в социуме то что происходит да да но это это еще и восприимчивость то есть открытость чему-то новому поэтому мне кажется это хорошее качество и если без перебора как и любое качество какой-то вопросом из эфира еще дату много вопросов пока по эфиру идем как часто можно общаться с референтной группой здесь вопрос видимо про медитацию про медитацию с референтной группой или же даже про общего к большую медитацию а просто как часто как часто можно общаться обращаться к референтной группе обращаться надо момент необходимости непосредственно вы должны понимать что референтная группа она как бы присутствует вокруг вас она создает некий такой фон вокруг вас причем этот фон такой что вы даже не замечаете ее присутствие то есть если вы привыкли присутствие референтной группы это очень хорошее качество то есть это еще раз говорю фон это подсознательно замечает наличие вашей референтной группы люди которые встречаются у вас на пути а вот внимание ваше сознание к референтной группе идет в момент обострения ну то есть ну вот просто вы чувствуете необходима помощь когда надо да да потом смотря какая референтная группа референтная группа по энергии рода это одно референтная группа по вашим делам другое по отношению 3 если вас такой не собран микс конечно тоже такой может быть понятно референтной группа по сути дела она присутствует всегда такое фоновое состояние ваш вот по наивности сказали что наивные сказали что это лох ну переборе знаете у любого качества есть теневая ресурсная сторона ресурсная сторона это ваша открытость всему новому а теневая сторона это вот это тот самый момент когда у вас нету фильтра такого дерьма и вместе с этим потоком заходит и вот вот такие качества когда вас могут использовать просто вот тогда может быть это это так воспринимается ну да теперь перекачка любого качества доброта то же самое то есть это может восприниматься как слабость стороны эти могут пользоваться люди какие-то ноги а вот если молодой человек был последний в роду и он умер не продолжив его то это означает что род слабый и закончился это не 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 означает что род слабый народ закончился причем это может быть осознанное решение человека и здесь судить вот такое решение человек принял допустим в германии сороковых пятидесятых шестидесятых семидесятых годах следствие 40-х годов люди принимали решение не продолжать свой род только потому что они были детьми каких-то известных нацистских бонз я просто такие истории читал они приняли решение чтобы род этих людей закончился на них чтобы дети внуки не несли тяжести содеянного их родителями вот это осознанное решение может быть другой момент энергию рода могут перехватить другие люди если династия сильная то могут перехватить другие люди перехватить каким образом принять определенные плюшки этого рода ну допустим я вам рассказывал на на закрытом семинаре об адвокате добровинском который получил и восстановил усадьбу режиссера александрова и актриса орловой если вы помните такие советские были режиссеры и актриса любовь орлова которые получили дар подарок от иосифа сталина за фильм веселые ребята такую усадьбу целый гитар земли с дачей шикарная дача была по тем временам и вообще во времена союза союза было нечто со своим камином там и так далее вот это то что прощелкали его уже потомки александрова у них совместных детей не было но был сын от первого брака у александрова и его внук вот тот фактически пропевал это имение продавал по кусочкам вот добровинский восстановил эту усадьбу восстановил ее архив семья любовь орлова и александрова как мог конечно выкупался это постепенно и вот как дар ему что ли вот он стал одним из известнейших таких семейных адвокатов россии не просто известнейших а успешнейших в россии это к вопросу как раз то что энергия рода начинает поддерживать и в том числе с материальной точки зрения сада точки зрения развития то есть это хочу сказать что и рот может продолжить человек даже не по крови приняв дары этого рода рот может быть сильный поэтому него может закончиться не обязательно потомстве этого человека также как это было допустим у ротшильдов когда семейное дело передается не по крови в прямом смысле не детям она может передаться дальним там троюрным пятиюрным племянникам лишь бы сохранилось дело основное дело вот родовая династия профессиональная должна сохраняться вот такое решение когда-то приняли глава рода они заложили в программу этого рода другой код когда продолжателями рода могут являться даже не носители этой фамилии ротшильда ну мне кажется это очень хороший пример вот эти два примера на прекрасных слушай вот такой интересный тут вопрос даже мини дискуссия доброго вечера у меня две девочки и нет сына свекров обвиняет меня это моя вина спрашивает бибину я отвечаю что дать учебник по генетике почитать свекрови а вот с позиции энергии как это может быть что нет сына знаете слишком сильное ожидание они вызывают разочарование это надо со свекрови поработать в хорошем смысле с одной стороны с другой стороны вам разобраться со своей свекрови просто это же ваши дети если идет такой как это наезд я душу да то это может как сопротивление быть вполне возможно допустим каждый человек формирует несмотря вот должны учебник генетики формирует вот понимать какие у них дети будут вот я с детства знал точно что у меня старший будет дочь а потом будет пацан не знаю почему я даже имя так и придумал в этой последовательности последовательности маляка затем алей вот так что вот эту объективную реальность которую у нас у нас есть формируем мы сами и некоторые вещи уже заложено у нас в нашем базовом информационном пакете кстати вот право базовый информационный пакет и здоровье пара вопросов допустим стоит ли с ребенком делиться своим недугом чтобы он был более внимателен допустим есть что-то врожденные или сейчас человек болеет и надо ли с ребенком делиться этим знаете так вот опять-таки у меня есть ощущение что это это каждый раз индивидуальный в какой момент а надо это этим делиться для того чтобы усилить ребенка может быть тогда да если просто поставить человек в тупик или вы сами находите тупиковые ситуации предупредить об этом тупике вот я не справился называется вполне возможно что ты можешь не справиться это может быть здесь вот здесь надо просто смотреть есть момент когда вот в китае вот у меня был случай когда допустим скрывали от ребенка там определенные вещи не обязательно это может быть физически не ту который по наследству передается но ну допустим что отец сидит в тюрьме в китае это постыдно было очень или может и сейчас так является для него придумали легенду что папа в этой длительной командировки находится рубежом там и так далее вот но прикол в том что то об этом о том что сидит его отец не знали родители матери то есть настолько это все скрывалось и и вот тут у меня уже как раз таки у меня возникло такое сомнение о правильности такого решения и и я посоветовавшись матерью решила чтобы мать рассказала вообще реальную ситуацию и на моих глазах произошла сильнейшая трансформация ребенка сильную сторону в том плане что ребенок десятилетний мальчик его звали мобия у пья у пья у пьет как цель он такой сидел сидел так выпрямился потом сказал мама я тебя понял у него видать он понял все и переживания потому что она боялась что если в школе узнает его будут третировать там и так далее он так и сказал мама ты боишься за меня она плакала в этот момент когда боюсь может не бояться он просто вырос как мужчина на моих глазах вот и он стал принимать спокойное спокойное решение он задавал очень такие четкие спокойные вопросы и случилось чудо потому что через полгода отец оказался рядом с ними хотя там по срокам которые были это но лет еще 5-7 что ли там было в лучшем случае вот это тот самый момент когда вы поделились бедой у какой-то своей с ребенком с которым вы сами не справляетесь и ребенок справился с этой задачей он очень стал сильным парнем он сказал сучу за учебу а он еще так сказал за учебу может не беспокоиться да в китай же это такая проблема то что нужно учиться учиться а он и так хорошо учился но он теперь понял чего мать боялась что это может повлиять на его успехи когда ли может не бояться он так и сказал вообще это просто он супер такой прям мужчина стал он это начал думать о других вещах как его отец должен оказаться на особой семье да и чем они даже должны заниматься вот о чем это как раз тот самый момент вот принятие сильного решения взрослого да и вот продолжая эту тему что получается от моих действий от действий родителей и образ жизни зависит дальнейшая энергия рода детей что мы даем что мы передаем то она и действует про продумано начали со здоровье тут вот как раз вопрос немножко ушли в сторону вышла замуж и взяла фамилию мужа его рот вымирает в основном от рака и трагических событий мой рот от родителей сильный там много долгожителей страшно что делать ну вот из того что я бы человек еще раз спросил бы там сколько детей его совместных и так далее страшно это понятно здесь страх существует попросту какой страх умовой ну или смотрите кармический программ передается по роду матери то есть если вот если мы говорим про какую-то карму родовой семейную но вот та программа которая существует что там люди уходят преждевременно даже неважно по какой причине это вторично будет ли это физический недуг будет ли это самоубийство будет ли это трагические случаи эта программа если вы видите что она повторяется в роду то есть из поколения в там люди уходят то вам надо призадуматься и поставить определенные блоки блоки ставятся то есть опять-таки технологии принять сильных решений убрать эту программу и из рода члена семьи как с этим работать это не просто так ну как вот я говорю принять сильные как двое детей двое детей страх страх за детей за то что они вот увидим у возьмут к карму или полотов внимательно смотрите внимательно смотрите на первого ребенка потому что он продолжает энергию отца энергию рода отца а второй ребенок качает оттуда информацию информацию то есть вроде будет отражаться на обоих детях но у первого ребенка это может как бы выстрелить даже вот но в последующем поэтому чтобы это не выстрел на вам надо просто программу отсекать поэтому я говорю работа первоначальная работа с энергию рода на работа секатора то есть вы как садовник секатором ходите отрубаете ненужные моменты то есть разреживаете расплетаете эти косы и смотрите что вы из энергии рода возьмете и усилите а что через технологии к там отсечения или или же там через рефреминг будете перед переворачивать до поэтому но когда индивидуально мы работаем то есть там уже принимается такие вот найти точечное решение потому что одно общее решение сказать во всем как это делается а всегда индивидуально вот вот в чем дело там надо просто кто-то но ребенок не сейчас если они написал надо потому что у меня кожи у меня уже пошли картинки а по подкрыли я даже думаю этот стоит ли это в эфир выдавать потому что там есть уже более точные что сказать человек так гусеницы ползет прикольно лаура спрашивает как стать увереннее в себе я я говорю волком на первую точку на первую точку смотрите что мы делаем мы убираем программу подавления воли которая вкладывается в человека в момент рождения социума она состоит из двух программ программ пересмотра ситуации и намереннее пересмотреть ситуацию и намереннее отвлечься это такое глубинное состояние внутри каждого человека кто имеет эту программу когда состояние когда вы понимаете что от вас ничего не зависит не вы принимаете решение в том числе в своей жизни в большей часть ситуации и за вас уже эти решения приняты и негативное желание нет вот совокупность этих двух намерений и негативное желание нет она в итоге дает программу неуверенность себе взамен удалив эту программу мы ставим программу на уверенность себе потому что если вы не хотите чтобы росли сорняки надо сажать культуру то есть правильную программу ее надо кое-какое время поддерживать поливать внимательно следить за ней потому что в отличие от сорняков эти программы требуют энергии вашего внимания то есть какое-то время вам надо будет поддерживать эту эту уверенность надо в себе воспитывать дальнейшем взращивать ну не скажу что это долгое время это наверно в течение года полутора отира трех лет потому что в жизнь вам как испытание будет подбрасывать все время а может может назад а может назад а может назад и вы все время подтверждаете эту программу уверенность себе она звучит очень просто я либо действую либо отказываюсь но всегда увидеть что поступаю правильно все но этот это просто снаружи она так звучит но ее надо посмотреть как она как она реально из чего состоит и как она работает это да так друзья просьба повторить вопросы последние потому что у меня вылетел эфир пришлось перезайти а так вот в дополнение скажи пожалуйста работа с родом есть на одной из точек до этот вопрос задавали и да вот формата работы с энергиями рода если на одной из основных точек энергии отношений энергия здоровья энергия предназначения или же это отдельная тема смотрите элементы все что касается энергии рода мы даем на разных точках понемногу ну то есть на первую точку мы хотя бы поверхностно знакомим с этим на второй точке мы даем эти элементы точно даем потому что там отношения отношения в том числе семье отношения с противоположным полом отношения с детьми отношений с родителями это все касается энергии рода но те же горизонтально вертикальные отношения и так далее то То есть этот элемент мы даем, но сейчас мы приняли решение собрать весь материал, который у нас по энергии рода есть, все те вопросы и ответы, которые у нас есть по энергии рода, в отдельную программу, она называется, не программа, извиняюсь, а отдельный семинар, называется он «Энергия рода», он трехдневный. Мы его немножечко обкатали на таком онлайн-формате, в течение 10 дней мы дали 4 таких эфира по 3 часа, плюс между эфиром тоже была работа, и вот в течение 10 дней мы работали, это очень глубокая работа, потому что нам до сих пор идут различные отзывы, ну допустим, последнее, что сегодня мне рассказали, как бы зачитали, что какая глубокая работа идет, допустим, в одной из семей, там, все мужчины переболели. Я даже увидел, от какой программы они болели, то есть там очень много убивали в этой семье мужчин, скажем так, по их профессиональной деятельности, ну это чуть-чуть не по профессиональной деятельности, по их деятельности, вот, и мужчины освобождались от этой программы, они, ну, любая такая болезненная программа, она выходит через обострение, потому что уже на теле это все дело. То есть на самом деле мы можем на нашу генетику, ребята, влиять. И когда вы берете ответственность за себя, за свой род, вы начинаете меняться и на генетическом уровне. Это может быть громко сказано, скажете вы, но это так, ребята. Я это отслежу по себе, отслежу по своему окружению, кто с энергией рода работает. Поэтому элементы этой точки были во всех наших четырех основных точках, пятидневных. Так вот эти четыре точки, каждая из них является, как бы, такой программой еще. Ну, допустим, есть у нас точки небольшие, трехдневные, двухдневные, допустим, по энергии предназначения. И вот энергия рода, она как-то ложится вот в программу, допустим, по энергии отношений. То есть поддерживающий такой курс. Ну, даже это не поддерживающий курс. Мы там кое-что секретное выводим. Это, ну, сейчас чуть позже, тогда скажем об этом. Я считаю, что то, что мы решили, вообще приняли решение проводить, к этому я готовился два с половиной, три года, это официально готовился. А задумка была о том, что надо давать, ну, давать такую программу, потому что весь тот материал, который сложился у нас, который обкатался на людях. Вот он готов к тому, чтобы презентовать мир, как отдельный семинар, вот так вот назовем, с глубоким погружением. Ну, это прямо глубокая работа, я вспоминаю, как идет. Смотри, прям серия вопросов про сны, про то, как родственники приходят во снах. И вопрос, каким образом предки выбирают человека, к которому приходить во снах? Ну, опять, ну, надо вот от этого слова паразита как-то избавляться. Вы должны понимать, что вы в этом воплощении являетесь носителем многих программ, но в первую очередь родовых программ. И для представителей рода, ушедших из этого воплощения, для представителей, ну, для эгрегора рода вы являетесь, как бы, ну, вы на острие атаки стоите. Еще в зависимости от того, кем вы являетесь. Эгрегор рода, если вы помните, он состоит. Есть ядро, это живой представитель рода, который является таким осознанной или неосознанной глава рода. В основном это женщины. Дальше является тело, эгрегор тела рода, затем живое пространство рода и затем мертвое пространство рода. Вы для себя должны определить, в каком пространстве вы находитесь. Может быть, вы являетесь этим главой рода, может быть, вы являетесь представителем тела рода, может быть, вы являетесь представителем живого пространства рода или даже мертвого пространства. от этого очень многое зависит и если вам представители рода приходит во сне опять-таки нужно разбирать что за сны и и в какие моменты они приходят классический пример допустим которая могу привести это когда вам снится дом регулярно ну так регулярный методу отчий дом отчий дом да вот то что вы считаете это ваш дом от снится и приходит рот и там вам снятся родственники опять таки нужно смотреть какие родственники ушедшие из воплощения или же там есть представители живые потому что таким образом игры рода с вами взаимодействие потому что пространство сновидений это это такой некий портал взаимодействия на всех уровнях со всеми различными полостами том числе параллельными мирами и так далее и если вам там приходит и дают какие-то знаки сигналы смотрите о чем это вообще потому что вот здесь уже индивидуально мне такие сны снятся тогда когда у меня стоит какой-то серьезный выбор какое-то напряжение внутреннее о котором я могу даже не догадываться то есть у меня это напряжение есть с чем это связано или там что она есть вообще не догадываясь а у меня уже внутренне подсознание просит даже помощи в первую очередь кого она может просить у рода но у ближайших пп энергии к тебе людей вот продолжаем потому что серия вопросов приснились похороны покойного аташки с маминой стороны что это может значить он ушел в 2019 году а во сне вчера мы его похоронили приснились похороны уже было не понял 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 я просто к этому человеку подключать смотрите символика снов это отдельная тематика потому что символикой снов вы вы должны понимать что то что идет во сне вам надо уметь декодировать это такая закодированная информация и надо уметь декодировать интерпретация снов это такая особая назовем такое особое направление посмотрите сколько на какое количество соников соников там существует и так далее но с индивидуального человека есть свой код и тут надо просто подключаться к самому человеку вот этому человеку я могу сказать там опять таки вот тут ну вот есть вещи которые вот в эфире точно не хочу говорить вот и все там все хорошо вот в данном случае у вас все хорошо а что что там конкретно не стоит окей да там ничего такого серьезного опасного хорошо несколько вопросов было по по разводам вот что если в родовой линии много разводов это значит что слабый род и собственно почему бывает такое что в роду часто люди разводятся происходит такие но ведь программа программа когда я просто раз буду приводить примеры от родственников то не буду говорить по какой линии и у кого родственники там то есть идет соединение с родом это даже не моем роду сразу говорю это опять течет подсказки и в этом роду я вижу одну определенную вещь там все женщины разведенки только одна старшая женщина потеряла мужа то есть но он ушел из воплощения умер остальные ее дочери и так далее все все разводятся и там младшая дочь там выходит замуж за нашего родственника это у меня прямо просто был как как вот картинки что они разведутся будет только один ребенок и все понимание это было ну какой-то вот так очень простое это я не говорил слух вот там просто видно это я не знаю как она просто видно что это будет и видно что это будет присутствует даже у этого их ребенка вот и чтобы или за что вы можете сделать работать секатором данном случае вот если умеете работать с энергией рода вы можете такие моменты отсекать эти программы вот все что я сделал тот ребенок который родился я вот этот как отрезал как секатором то есть там был такой момент что это человек нам этот ребенок был у нас дома он ночевал у нас с нашими детьми играл вот вот там я это отрезал ну просто подумал это не то что этом секатором работал я подумал как бы я хотел чтобы этого ребенка было ее там даже такая программа запускается на как благословение у нас указал говорит бата зачитать ну то есть благословение пожелать то есть это запуск новой программы если вы умеете это делать это это прекрасно все запустили новую программу и мысленно старую программу отсекаете еще некоторое время вот замуж вышел все отлично еще раз подтвердили программу и так подтверждаете до рождения там второго ребенка второй ребенок появился если тогда уже отсекается вот эта программа со вторым ребенком почему-то третий ребенок родился был замечательно сейчас третий ребенок это такая большая редкость так так такой вопрос на тут даже не вопрос уже это обсуждали как попросить рот чтобы помог со здоровьем но тут просто когда налаживаешь это все здоровье само по себе улучшается восстанавливается это как один из побочных эффектов как только вы проводите хорошую такую чистку выигрывали своего рода я я предлагаю разобраться пера со своим родом как только вы налаживаете со своим родом со своей линии вот вы во первых разбирать с какой родовой линии вы идете с родовой линии матери с родовой линии отца или же вы там 3 6 9 12 ребенок от тех от одних и тех же родителей потому что там чуть-чуть у них все по-другому если вы 1 2 там 4 5 ребенок от одних и тех же родителей вы просто разбирать с какой родовой линии про прорежаете чистить от свою линию то есть там нужно это как от русла реки прочищаете все затор убираете то есть расплетаете эти родовые косы убирайте родовые охвости родовые охвости это носители программ вы как бы отсекаете в мертвое пространство рода убираете для себя то есть такую внутреннюю такую работу проводите очень хорошие вы разбирать с даже с генеалогическим деревом хотя это очень такая работа она важная но она поверхностно она может не иметь никакого отношения к родовой линии ваши но все равно в эту работу проводите вы вычисляете сильный представитель вашего рода проводить с ними работу если надо их берете в поддержку себе то есть если они вы с ними договорились они включились поддержку идет совместная работа то есть если вы нашли духовно управителя рода то есть которым нет уже воплощение если вы взаимодействует живу живым главой рода если сара сами таковым не являетесь то вы начинаете управлять этой энергией управлять своим вниманием и здесь уже куда вы направите на здоровье до здоровье станут асона база идет ребята но в базе идет здоровье как-то налаживается вот то есть вы начинаете быть таким неким знаете архитектором программа рода своего это очень интересно архитектором от этого игры дара и игры города вас поддержит в этом плане почему кого с благодарностью это как огромный зверь которую с которого паразитов различных снимаете будет вас поддерживать свои силы а игры города это большая сила то ли базовая внутри вас она она через тело ваша идет так я вот сейчас вижу биби норда если вы первый ребенок в семье то вы идете по линии отца такой интересный вопрос даже не вопроса сейчас развеется после развода не могу уладить личную жизнь дай пожалуйста совет на личную жизнь для инны которая родилась 15 июня 1975 года но дата мне не нужна когда вопрос это бодиграф можно было посмотреть этого человека но это после развода но смотрите сами тут будете ли вы возвращаться в игре реальное поле своего рода своей родовой линии для этого надо будет тогда возвращаться на девичью фамилию если вы особенно стоите на линии отца имейте ввиду если вы на линии родовой линии отца стоите своего вот и надо договариваться с эгрегором рода чтобы он вас принял в этом плане или же вы унаследуете фамилию мужа если род сильный можете с этой фамилии продолжать двигаться как ни странно двигаться в пространстве рода вашего супруга то есть то что вы развелись это не значит что вы отсоединяйтесь от от этой программы это 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 немножко на другом уровне решается это и это ваше внутреннее решение ну потому что вы можете носить у нас огромное количество людей которые даже замуж выходили чтобы взять эту фамилию потому что рот сильный и вы можете пользоваться всеми плюшками этого рода и больше того вы даже можете стать главой этого рода если там никто осознанно не берет эту функцию вы знаете грегорода сам передает эту функцию этому человеку и поэтому сноха может ли сноха быть главой рода да может быть причем это очень часто явление очень часто и как раз в тему вопрос как определить где ты находишься в грегорода вот в какой зоне а цвета на такую небольшую минуту посмотрите предыдущие фирмы наши там я рассказываю об устройстве грегорода но опять таки то что являетесь ли вы главой рода вам надо выяснить это это всегда живой человек один обычно это старше женщина в роду старшая женщина старше не потому что там ну женщине потому что она там только женщины должны быть но чаще всего женщины просто дольше живут и они эту программу главы рода берут на себя вот большинстве случаев не осознанно они даже не понимают этого вот тело рода тело рода это те кто вот буквально производит детей они у них все семейные ценности вот именно семью домой там и так далее вот они у них семейные ценности во главе угла стоят вот они являются телом рота за ними как раз таки глава роды присматривает а живое пространство так называемые разведчики а вот это те кто идут другие географические пространстве изучает новые науки новые знания и так далее и так далее они в живом пространстве находятся они могут для они несут для рода какие-то новые новую информацию новой энергии подпитывают рот но игре народы все таки опирается на свое тело а живое пространство то пространство которым род живет и И мертвые пространства – это так называемые очепенцы рода. Ну, допустим, род принял решение их убрать в мертвые пространства, потому что не хочет брать их программы. Ну, допустим, это убийцы, деды-убийцы, самоубийцы туда вписывают. Допустим, какой-то странной болезнью, которой человек заболел, ну, странной болезнью для представителей этого рода, они как бы сторонятся. Внутренние, алкоголики, вот. То есть то, что эти люди носят какую-то программу, которую род не хочет принимать, тогда их отсекает в мертвое пространство. Ими легко жертвуют, легко избавляются. Ну, элементарно, вот сейчас, допустим, идут какие-то события, когда надо отправлять кого-то на войну. Вот отправляют представители, как раз, и в первую очередь мертвым пространством жертвуют, во вторую очередь живым пространством. Тело сохраняет до последнего, как это только возможно. Вот. Да. Вот такой вопрос. Если человек не видит снов и ушедших родственников, как ему можно общаться с энергией рода? Ребята, это же не только во сне происходит. Вы это можете делать наяву, это во-первых. И об этом как раз-таки наши занятия. Мы же там не засыпаем и во сне не работаем. Во-вторых, уметь делать запросы правильно перед таким сном, то есть это осознанная работа. То есть есть такое понятие осознанное сновидение. Это очень такая интересная, можно сказать, отдельная наука прикладная. Если кто владеет осознанными сновидениями, у него появляется такой очень мощный инструментарий. И там работа идет не только с эгрегором рода. Там большой спектр, с чем можно работать в осознанных сновидениях. Опять-таки, это надо делать запросы, правильно входить. Потому что это не в каждом сне происходит. Прямо скажу. Научить этому, ребята, вы можете книги найти. Хотя бы просто познакомить, что это есть. Уметь входить, научиться в осознанное сновидение. Перемещаться там, запускать определенную программу, обучаться там. И так далее. То есть вперед. А чтобы работать с эгрегором рода, взаимодействовать через сны, это большинство делает это не знание каких осознанных сновидений. Потому что идет такой внутренний запрос, запрос эгрегор рода и ваш запрос. Если он соединяется у вас во сне, просто идет поток определенный информационный. Помните вы сны или нет, это уже другое дело. Могут сны такие сниться, но вы о них даже не помните. Так, вот, очень интересный вопрос. При смене фамилии, допустим, когда берешь фамилию мужа, куда уходит сила моего рода, первой семьи, девичьей фамилии? Еще раз, подожди, я даже не слушался вопрос. При смене фамилии на фамилию мужа, куда уходит сила моего рода, первой семьи, девичьей. Смотрите, вот здесь в плане мужской и женской энергии, как это в эгрегоре рода работает. Мужчина, он является тем представителем рода, за счет кого род увеличивается, усиливается. Ну, то есть, он приводит сноху в род, в свой род, из другого рода. Девушка, выходящая замуж, она отсекается от рода. Она отсекается от рода и уходит в пространство рода мужа. Так и говорят, за раба идущая рабою становится. То есть, в данном случае, это еще по, как это, по иерархиям рода. Если род слабый, и вы вышли замуж за слабый род, естественно, род вас точно отсекает. Точно отсекает. Если же слабый род женится на, то есть, представитель слабого рода, девушка, выходит замуж за представитель сильного рода, для слабого рода этот человек является источником, по которому идет, перетекает эта сила. То есть, и эту связку ее род поддерживает. А вот у нас сноха, даже на словах, послушайте. Наша сноха замужем за такого-то. И все, вау, ну надо же. Вот какой у нас родственник. То есть, слабый род пытается поддерживать через женщин своих, выходящих, идущих в пространство сильного рода. И наоборот. Старый сильный род пытается отсекать такие моменты. Но в основном вы уходите уже в пространство рода мужа. Это нормально. Это нормально. Так. Здравствуйте, Нурлан. Если у меня есть шаманские или экстрасенсорные способности, а в роду не было вроде никого такого, нужно ли эти способности развивать? Это ваше решение. Если у вас какой-то дар есть, вам передали этот дар, развивайте его. В основном же проблема в том, что мы пытаемся быть теми, кем не являемся. То есть, у нас есть дар, мы его обесцениваем, не ценим. И пытаемся стать тем, кем не являемся. Это вот как раз таки в дизайне человека, это ложный яд открытых центров. То есть, мы пытаемся это заполнить. И абсолютно не ценим то, что у нас есть. Вот эта обесценка, это одно из свойств подсознания, такая защитная функция некая, с одной стороны. А с другой стороны, это то, что вы этот дар не цените. Если вы чувствуете такую, у вас есть такой на эту отлик, развивайте. У вас, может быть, просто нет информации о том, кто был у вас с такими дарами в вашем роду. А может быть, этот дар просто пришел именно вам. Вот и все. Вашему первому представителю этого рода. Вот так в роду появляется, допустим, музыкант. Были одни бухгалтеры и военные, допустим. Никогда музыкантов не было. А теперь появился профессиональный музыкант. Развивать ли вам этот дар? Опять-таки, принимайте решение вы. Так. Я думаю, многих интересует подобный вопрос. В роду по маминой линии все женщины сильные личности, но ни одна не реализована. Хочу убрать эту программу. Как сделать или с чего начать? Сильные и нереализованные женщины. Сильные и нереализованные женщины. Но обычно эта программа сочетает сильная женщина, слабый мужчина. Там, может быть, человек не договаривает. Второй момент нереализованные – это что значит? Нереализованные как женщины, скорее всего, вы хотите сказать. Потому что прежде всего женщина должна реализоваться как женщина. То есть она несчастна в этом плане, в отношениях с мужчинами. Опять-таки, наверное, человек, скорее всего, не договаривает. Потому что если вы сказали, что не реализованы в профессиональном плане и так далее, это было бы чуть-чуть другое. Что с этим делать? Перепрограммировать, ребята? Перепрограммировать. Потому что мы имеем дело с нашим глубинным разумом. Просто народе подсознания. Оно является такой, знаете, конгломератом программ. Программы, 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 программы. Программы, программы. И все, что мы можем где-то проскакивать, это где стыковки таких программ происходят. Либо менять ненужные программы. И задача точки, ее миссия является... То есть, является то, что мы берем под контроль, обучаем этим навыкам взять под контроль свое подсознание, таким образом взять под контроль свою жизнь. Используя высокотехнологические аспекты, то есть методы, технологии, работая с интересом, то есть интенсивно работая. И мы просто меняем эти программы. Мы говорим о том, что действительно счастье в наших руках. Вопрос желания, ответственности и знаний. Потому что все можно исправить там, где это возникает. Прежде всего в голове, в теле. То есть эти программы нужно менять. Как только вы это научились делать, это гораздо проще, чем программирование на компьютере. Гораздо проще, потому что эти навыки, на самом деле, вшиты в нас. Они вшиты. Мы с этими навыками рождаемся. Просто этому никто не обучает. Но нет таких ни в детском саду, ни в школе, ни в институте. Тем более в семье не дают такие знания. А должны давать в семье. Вот поэтому были у вас и бабушки, и дедушки, которые аурически чисто такие программы передавали. Если такие знания были, вы даже подсознание на эту работу делаете. Но было бы хорошо, чтобы вы еще осознавали, что вы делаете. Тогда это уже такая исследовательская работа, такая научная работа, можно сказать. Это любознательство, это открытость всему тому, что происходит, и при этом работа идет. Тогда работайте весело. А не просто пожинайте последствия, причем вам кажется, что вы не можете на это влиять. Вот это большая ошибка, ребята. Можно это влиять и даже нужно. Этому надо обучаться. Обучение, ребята, оно гораздо проще, чем вы думаете. Потому что намного сложнее иностранный язык выучить или какой-то новый навык. Почему? Потому что этот навык не врожденный в нас. А вот умение работать с энергоинформационными технологиями – это врожденное качество. Врожденное. Потому что мы энергоинформационные существа. Ну а вот то, что ты говоришь, как по мне, что объединяет нас с Богом – это интерес. Да. Вот просто интересно становится. Интересно. Интересно. Тогда появляется креатив. Креатив – это и скорость принятия решений, это умение находить правильное решение и скорость принятия решений. А самое главное еще, что с Богом объединяет – это воображение, ребята. Если вы мыслите в потоке творчества, то вы мыслите на уровне Бога. А тогда вы создаете, вы трансформируете. Если честно, это наш самый мощный дар, который у нас есть. Не просто пожинать плоды того, что происходит вокруг вас, и не понимать, как на это влиять. А вы это меняете. Нравится, не нравится. Вы строите свою жизнь так, как вам это необходимо. При этом у вас есть определенный исходник. Исходник, ну вот вы родились в этой семье, в этом роду. Окей, вы просто оглядываетесь и как взрослый человек принимает решение. Здесь надо что-то менять в этом датском королевстве. Если есть что менять, вперед. Должны быть только технологии. Друзья, вы тут часто спрашиваете, по какой линии вы идете, считать, не считать нерожденных. Мы это уже давали в открытых эфирах, поэтому просто посмотрите по энергии рода. А лучше всего зайдите на точку. Все, что касается энергии рода, вы можете разобраться на том семинаре, который у нас будет. У нас сейчас, кстати, давай так, все-таки я, наверное, объявление сделаю, которое мы давали. Мы будем давать закрытый, первый закрытый живой семинар. Будем давать его в Дубае. Дата с 22 по 24 февраля 2023 года. И там будет глубокое погружение. То есть мы будем работать с теми, кто приедет, непосредственно расплетать все эти родовые косы и так далее. Там будет огромная теоретическая часть и еще большая практическая часть. Мы будем работать непосредственно с этими людьми. Мы даже допустили, сделаем так, как это мы сейчас делаем здесь. Мы в свое пространство будем впускать людей. То есть ту вилу, которую мы будем снимать, кто будет жить непосредственно с нами, они будут с нами работать в режиме 24 на 7. Почему я говорю на 7? Потому что мы 7 дней будем жить на этой вилле. И люди могут приехать именно с самого первого дня и жить с нами все 7 дней. Тогда там работа будет идти не только во время самого мероприятия. Она будет идти в кулуар, за чаепитим и так далее. Там мы расплетем все, что необходимо. Это уже еще более глубокая работа. То есть быть в пространстве ведущих точки и команды точки. Как вы это оцените, это уже ваше дело, ваше решение. Потому что здесь самое главное, чтобы не было процесса обесценки. Что возможно, потому что ум будет все время играть на этих моментах. И вот там уже будет очень глубокая работа. В данном случае мы этот семинар делаем без трансляции. Вот пока такое решение. Может быть, примем решение сделать его трансляцию. Но вот сейчас пока у меня нет идет. И скорее всего так и нет, и останется. Потому что это работа такая закрытая. В данном случае никто не должен знать, что происходит. Не то, что происходит. А там очень много интимных моментов будет связанных, когда человеком непосредственно работа идет. Там не нужна информация, которую в онлайн точно нельзя обдавить. Да и просто даже уделить внимание каждому человеку при всех способностях с онлайном это будет крайне сложно. И аурическое общение при такой теме, оно важно, оно играет свою роль. Там, кстати, мы опробуем совершенно новые вещи, которые вообще в пространстве этого мира нет. Просто нет. Вот у нас последнее открытие с Вячеславом, когда у тебя там волосы шились, да? Мурашит. Мы будем составлять то, что называется дизайн рода человека. То есть у человека должен быть еще дизайн рода. Особенно если есть бодиграф, можно просто видеть сильные, слабые стороны рода. Энергетический дизайн династии энергетического. Да, да. И больше того, мы можем его составлять. Вот этот дизайн мы можем менять. Мы не можем менять бодиграф наш собственный, потому что это зависит только от времени и места рождения нашего. А вот дизайн рода мы можем менять, мы можем перепрограммировать. И это всегда зависит от живого представителя, тот, кто есть перед нами. Мы работаем с тем, кто есть, там, где есть, с теми ресурсами, которые у нас есть. И запускать. Это живой творческий процесс. Мы там просто будем это лепить. Так, хорошо. Так, вот по роду есть одинаковые вопросы. Насколько так? Обязаны ли мы поддерживать отношения с представителями рода, если общение опустошает? Ведь это близкие люди. Здесь очень простой. Вот лакосома бумажка очень простая. Когда меня спрашивают, общаться ли мне с родственниками, как мне с ними общаться, то есть что мне делать, если это очень тяжело, там, поддерживать эти отношения. Здесь простое слово. Вот просто вы себе задаете простой вопрос и простой ответ. Да, нет. Это очень простое слово. И простой вопрос, который я вам задам. Вы себе задаете простой вопрос. Мне интересно с этим человеком? Да, нет. Если интересно, он находится, значит, в группе вашего внимания, разума. То есть вам интересно, вы с этим человеком развиваетесь. Окей, вперед. Если вам с этим человеком неинтересно, вы ему так и говорите. Вот знаете, если это навязанные такие отношения, с вашей стороны какие-то привязки идут, вы принимаете решение, что вы просто говорите этому человеку, я не общаюсь, потому что мне неинтересно. Вот это как игра. Вот вы в детстве идете, во дворе играют. Одна группа детей, другая группа. А давай поиграем. Нет, мне неинтересно. Неинтересно, не играйте в эту игру. Зачем вам играть в чужие игры? Потому что вы отдаете самое главное, что у вас есть. Это энергию времени, ребята. И если вы ее отдаете из-за каких-то страхов выглядеть некрасиво в глазах из-за пресловутого стакана воды, который вам подадут якобы эти люди, то это самая ненужная плата за этот стакан воды, который, кстати, и не будет. Слава, вода окончилась. Сейчас организуем. Несколько вопросов по поводу разводов. Как влияет то, что развелись, точнее даже разошлись, но официально не развелись? Влияет ли это? Как влияет? Очень, очень влияет, ребята. Вот это и есть те самые хвости, в том числе. Привязки. То есть, смотрите, я такую программу называю очень просто. Уходя, гасите свет. То есть, уходя, уходи. Уходя, гасите свет. А что такое? Человек ушел, оставил тапки свои. Типа вернусь. То есть, вы для чего это оставляете, вот эту привязку? Люди сожительствуют, когда они уже давно душой в разные стороны смотрят. Там нету близости ни по телу, ни по духу, ни по уму. Смысл в этих отношениях жить. Если вы думаете, это ради детей, ну, это вообще как бы ненужная нагрузка. Кстати, это не нужно в первую очередь вашим детям. Поэтому я, конечно, не желаю разводов, но если развелись, извините, ну, это значит развелись, разводитесь. То есть, оставьте вакантное место открытым. В вашу жизнь придет, возможно, другой мужчина или другая женщина, но это надо... Да, Настя наливая, ага. О, мне стакан воды подают. Значит, это такие правильные отношения. Даже не в старости, да? Да. Не на смертном отрезу. Давай славя нали. Я на смертном отрезу. Благодарю, благодарю. А я до этого... Я понимал, что сейчас с небольшим можно будет. Так. Бибинур. Мой папа не знает своего отца, и поэтому из этого рода вообще ничего не знаем. Но я узнала, кто наш дедушка. Нужно ли идти к нему и узнать свой род? Как поступить? Я сейчас ношу фамилию со стороны матери своего отца. Бабушкиного. Вот смотрите, здесь какая работа еще проводится? Мы даем домашнее задание слушателям нашим, и эта работа такая... Ни на одну ночь, ни на один день. Там домашнее задание выполнить за один день. Такое вот это домашнее задание на всю жизнь, можно сказать. То есть проинтервьюируйте всех живых представителей вашего рода. Особенно старшее поколение. Потому что они уходят, они могут уйти в любой момент, особенно старые люди, но они являются носителем информации. Она вам сейчас покажет такой вторичной, третичной, неважной. Но поговорите с ними. Сейчас вообще есть шикарный инструмент, диктофон. Запишите голоса этих людей. Пусть они расскажут семейные истории, семейные хохмы, семейные трагедии, семейные какие-то вещи, которые знаете, все знают, но по умолчанию про это не говорят. Вот это очень важно. Потому что из этого складывает вся мозаика. Вы как некий следователь проводите расследование. Это не потом, когда у вас нет информации, и следствия ведут одни колобки. Вы что-то пытаетесь, катаетесь в разные стороны, а у вас информации нет. Просто информации нет. И тогда вот с таким человеком приходится по наитию работать, по энергиям смотреть, что там есть. Это, конечно, я бы тоже посоветовал просто идти, узнавать, и вы сами заметите, как жизнь начнет меняться, потому что вы подключитесь к этой энергии. Это раз. И раз вы показываете внимание, игроки рода тоже к вам разворачиваются. Плюс есть архивы, ребята. В архивах сохраняются документы, и в этом есть большой плюс. Там можно проследить историю рода. Вы можете столько узнать о своем роде. И там вы найдете самых сильных представителей вашего рода, если есть документы и так далее. Это было вообще прекрасно. Тем самым вы можете просто акцент делать на определенных представителях, на их качествах, и вести такой некий селекционный отбор, селекционную работу. Такие качества представители вашего рода вы будете усиливать. Так что это такая хорошая такая работа не на один день. И по-хорошему это даст вам большое урожай в вашей жизни, а вашим потомкам тем более. Не смотрите на то, что сейчас дети ваши не проявляют к этому интерес. Как только повзрослеет, они вам скажут спасибо, если вы эту работу сделаете. Так. А как же идея стать над эгрегориальным игроком? Выйти во вне эгрегориальное пространство? Не подвергается ли влиянию структур? На эгрегор рода эта идея не распространяется? Ребята, эгрегор рода это базовый эгрегор. Он базовый эгрегор. Если есть, вспоминайте иерархию эгрегориальных структур, все остальные эгрегориальные структуры, они надуманные. Надуманные чем? То есть, нашим сознанием. Те же стихийные эгрегоры, профессиональные эгрегоры, эгрегоры социальных институтов, финансовых институтов, государства, религии Бога. Это надуманные, придуманные людьми, созданные людьми а эгрегор родом существует по рождению это базовый эгрегор поэтому с ним необходимо работать потому что это вопрос вашего тела именно физического тела понимаете и быть при этом над эгрегориальным игроком на базе к она к на базе какой будете работать быть над эгрегориальным игроком база является ваше тело ваше тело инструмент оно должно быть четкое заточенное и не должно вас подводить поэтому с эгрегом рода надо разобраться и это ни в коем случае не противоречит идеи стремление стать над эгрегориальным игроком если вы хотите стать над эгрегориальным игроком вам придется с этим поработать и кстати и с другими эгрегориальными структурами которые так или иначе косвенно или напрямую на вас влияет где-то надо освободиться от их влияние а где-то использовать их ресурс и над эгрегориальный игрок это не вне эгрегориальный человек который просто ушел из эгрегориального пространства такого не бывает в природе вот я принимаю решение не дышать этим воздухом да ты что тело будет дышать вот чем прикол поэтому мы над эгрегориальный игрок он использует все ресурсы эгрегориальных структур но подходит к этому с позиции руководства то есть он управляет этим процессом понятно они подчиняются ему так еще полно если гражданский брак в котором есть дети которые взяли фамилию которые взяли фамилию в каком пространстве находятся дети гражданский брак есть дети в каком пространстве они находятся и какую роль играет брак и его отсутствие если раньше я бы сказал вот еще лет десять назад что это играет огромную роль сейчас эта роль ослабевает вообще ослабевает роль института брака тут нужно смотреть на простую вещь дети родились у этих людей они по какой родовой линии идут по родовой линии отца по родовой линии матери либо это родоначальники новых структур структур родовых то что у них есть еще брачный союз который закреплен на уровне государства или на уровне религии это только усиливает этот процесс если его нету я вот сейчас могу сказать ничего страшного на самом деле просто но знаете как вот можно ли жить без паспорта конечно можно просто будет сложно понимать перемещаться проходить государственные границы и прочее прочее то есть будут определенные трудности но эти трудности опять-таки является не таким уж скажем так жизнеопасными просто это облегчает во многом вашу жизнь упрощает ее хорошем смысле это слово но не является давлеющим раньше еще раз я я бы поддерживал бы вот этот момент ребята что лучше конечно чтобы вы были в брачном союзе сейчас у меня в совершенно другой как только мы все ближе ближе двадцать седьмом году я понимаю что это это его это уже не так важно важен духовный союз ребята не брачный союза духовный союз на вот смотри такой вопрос опять развелась с мужем при этом оставила его фамилию при этом у жизни есть карьерный рост в таком случае фамилия идет на пользу и здесь она все же перечислила что-то ну да тут вопрос ты нет даже не фамилия именно как раз таки подключение к роду о чем мы говорили чуть ранее поэтому да так 36 лет только что ну только-только узнала своего биологического отца познакомилась наставник настаивает на установлении отцовства и смене документов это правильно но установление отцовства смене документа ну по идее да по идее да если у вас это связано с отчеством надо очень все должна быть должно быть имя биологического вашего биологического отца но опять-таки жизнь она настолько многообразно и каждый раз надо смотреть на на реальность есть от вас был сильный отчим и вы принимаете его из его силу то и уже у вас и в отчестве его имя есть стоит ли отказываться тут надо смотреть индивидуально но вот первое что идет да надо принять и документально подтвердить ну окей документально подтверждать здесь это знаете как вот право на наследование дома хорошо конечно дом получить но желательно еще с документами чтобы еще было оформлено на вас это вот это ваши права потому что как только вы имеете дело с эгрегором рода вы имеете с теми правами которые передаются тот ваш род завоевал определенные права раньше это всегда был привязан к земле сейчас собственно делать таким образом чтобы у вас не было доступа к этой памяти родовой вашей и тем более нет не было земли особенно это на бали сейчас заметно здесь здесь землю очень много связано то есть это земледельческая еще страна и это прям видно потому что самое ценное еще от материальном плане что есть на земле это земля сама земля и у эгрегорода должно быть как бы тело земли земли то есть то что мы называем родовое поместье родовое гнездо усадьба ну то есть откуда род на ведет ваш на где он закрепляется вот кому это передается ребята это очень важно очень важно то есть пускай это будет даже жалкий клочок земли как он как вам кажется вот его нужно сохранять его нужно сохранять и трансформировать может быть на ну так увеличивать поменять там на что-то другое но гораздо больше плать поплотнее по своей такой массе по ценности для рода важно уметь заземляться кстати на хорошем смысле через прямую через землю то есть владением землей так потихоньку будем уже закругляться есть несколько вопросов вот я сейчас так обозначил пара по рождению и так дочка родилась в день рождения бывшего мужа утром вечером этого же дня умерла бабушка мужа влияет ли это на дочь а вы заметьте это так и происходит это это не влияет это просто стороны посмотрите как как только пространство освобождается кто-то приходит вот как такая договоренность ведь это же в этот день родилась хорошо девочка но она же девять месяцев утробе было в этот момент кто-то освобождал пространство рода готовился к освобождению у меня это допустим у меня мама ушла из жизни а через полтора месяца родился внук то есть король умер здравствует король то есть я вижу как бы на смену идет другой человек то есть это нормально это естественно это другое дело что там могут ли какие-то программы передаваться от бабушки там внучки вот вот это был бы интересен посмотреть что именно передается какой наследство какой дар передается ох все дети у трех братьев родились 11 или 12 июля в разные года чтобы это значило хорошее совпадение хорошее подтверждение это говорит о том что у этих ребят есть даже генетически очень сильные моменты которые просто следующем поколении ярко проявляется то есть какая-то сила есть то есть сила который вот найти как вот повторяется и повторять я вижу в хорошем смысле но родились в один и тот же день шикарно то есть совпадает кое-что а если поглубже посмотреть там индивидуально там может быть еще кое-что можно увидеть в данном случае я вижу что есть что-то что совпадает это хорошо то что матрица хочет донести через да да это как повторяющиеся даты или там чем часы дублирования до 11 11 или 22 22 человек видит для него это некий знак данном случае грегорода может какие-то знаки подает руки обратите внимание на это так если причина рождения у женщины одних мальчиков или продолжу одних девочек есть есть и каждый раз опять-таки на это индивидуально прям надо смотреть бывает там такая программа и называем бодливы к корою бог рогов не дает да то есть там что-то что-то такой на щелка 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 все в одну сторону бывает это надо посмотреть именно планетарном плане да ну то есть ну как планетарном в региональном плане раньше же как говорили мальчика рождается к войне если много мальчиков одни мальчики рождаются или очень много мальчиков старики рачку или к войне надо смотреть вот в этом плане вот ну это я к примеру говорю сразу так вот два вопроса разных но пора по сути про одно если с мамой не интересно и сложно общаться это как-то влияет на жизнь нужно ли обязательно стараться как-то налаживать отношения это от одного человека от второго то что отец с отцом сложно общаться подавляет указывает что делать также вы высасывает эту энергию нужно ли налаживать с ним общение и как это можно делать вот мама папа родители взаимосвязь налаживать нужно а вот но это не значит общению там прямого надо сидеть и с ними разговаривать если с вами вам с ними не интересно такой может быть самим близкими людьми это как бы больно это не излучало вам нужно действовать именно так потому что у вас кроме эгрегор рода ребята у вас есть предназначение вас есть дух который на все вашу вашу деятельность на на все на весь контекст содержания вашей жизни смотрит отстраненно то есть эта позиция наблюдатель такая некая мета позиция здесь эгрегор рода никакого влияния на дух не имеет вот о чем речь вы от этого зависите потому что еще биологический объект но на дух это никак не влияет он понимаете для духа это не так важно вы смотрите нас на свое предназначение в этом плане и если вам в этом предназначении вам мешает ваши родители а такой может быть потому что сильный дух он всегда чуть сильный дух я это повторяю всегда и как некий квест жизни он может выбрать такую семью которые будут подавлять его предназначение то есть ему будет тормозить нам случае внук это такая как некая тренировка домашняя такие родители тренируют подавляет своих детей но такая тренировка в кавычках конечно скажу и тут вам важно разобраться что это такая игра игра душ по-хорошему если вы в этом разбирайтесь ну что эта игра у вас не будет такой злости на это или там негатива такой искреннего отчаянного вы будете на это смотреть даже с благодарностью мама меня тормозит на этом пути да ну благодарю ты меня усилила мама и двигаться дальше а на словах взаимодействие с ними или нет если они ребята неосознанные то вы просто будете время терять вежливость внешние там здороваться общаться это пожалуйста только не запускать в эту игру эмоционально то есть для вы для выхода предназначения вам потребуется тотальность и без эмоциональность это значит не втягивается процесс который вас отвлекает от вашего пути отвлекать будут причем может быть самые близкие люди в первую очередь родители может такой быть может такой быть может не всегда ребята и слава богу что не всегда вот это умение смотреть на эту ситуацию с позиции духа тогда вы видите вы подходите не философский там тип ну что делать такие родители достались а вы подходите к этому если с позиции духа то это как тогда это как усиление вас опа ну окей меня родители тренируют в этом плане то есть верен ли я своему духу верили своем предназначении если мне не интересно общаться со своей матерью я так и говорю у меня другие интересы мне интересно вот это дело вот эти люди я иду туда тоже сам с отцом но это не отменяет любви уважение признание их заслуг но все-таки надо идти дальше так до запись эфира будем сохраним ее общий вопрос как взаимодействие взаимодействует со своим эго во-первых смотреть что это не путать его с духом всегда самый сложный момент потому что это это вопрос как бы на всю жизнь сможете ли вы с этим зверем работать в хорошем смысле этого слова потому что там есть и плюсы потому что это это умение выделить себя из этого пространства отделить себя от других людей это ваша индивидуальность это ваше индивидуальное проявление но если вы помните спиральную динамику вас все время будет качать как бы из альтруистичного в индивидуальное вы эгоистичное то есть и но и вы будете такие этапы проходить потому что есть момент когда эго является даже проводником для вас то есть призадуматься о собственных интересах о собственных успехах о собственном проявлении в этом мире в какой-то момент вы ходите на этап такой где вам надо пожертвовать своим эго ради успеха вашего коллектива это ваша семья вашего дела и так далее для масштабирования его то есть это такая очень такая интересная работа работа своим эдом но она никуда не уходит это может просто в какой-то момент вы понимаете что это определенные еще один внутри ваш субъект вашей личности но основная личность ваша является я лично душа то есть душа первичным данном случае дух первичен вопрос они соединили с вашим сознанием осознан ли ваш дух вот об этом речь если ваш дух осознан эго в данном случае только вас усиливает дополняет это хороший игрок внутри вас хороший жизненный игрок но он нужно уметь его как это брать в узды потому что что вашего и не сожрало вас потому что я вижу это знаете есть понятие супер эго супер эго но может проявлено быть прям проявлено и видно что это супер эго может такой скрытый супер эго а я такой пример приводил и иду мимо человек и вижу человека без ног ходят церкви и думаю и прям чувствует у этого человека супер эго он тебе даже ноги отрезал чтобы что-то доказать в этом мире а что доказать вот тут такое да вот супер эго может вас довести как бы для самоубийственных решений вот такой прям вопрос а может ли муж быть в роли тренажера который тренирует дух не поддерживает в выбранных интересах ребята вот тут смотрите если родители мы не выбираем осознанно в этой жизни то мужа и жену мы выбираем понимаете есть вот с родителями говорить их отрезать там или тому или же там ублажать их то тут тут так такой вопрос что мы не можем от них избавиться ни в хорошем ни в плохом смысле а муж есть ребята он объелся груш есть жена не выполняет свои функции да в данном случае семейный союз разваливается у вас чего его поддерживать по-хорошему дух первичен ребята бум может ли он быть тренером да окей вы зелу выбираете вопрос то груша данном случае то набивает эту грушу и зачем вы это делаете зачем чтобы что я считаю что нужно выходить так называемый духовный союз духовный союз это общение двух людей которые у которых есть духовное состояние внутренне у них есть собственный вектор у обоих если про эльвиру говорить то я четко знаю что этот человек и без меня проживет в хорошем смысле этого слова то есть и свой мир она создаст как она говорит и она и на острове сделать свой мир создаст но вдвоем это веселее интереснее намного интереснее ее мир будет краше и мой мир крашу вот мы друг другу усиливаем данном случае это намного интересного но мы такой просто оба проходят такие испытания и вдвоем это можно выдержать просто гораздо больше можно выдержать давай немного вопросов которые задавали ранее вот в этом плане она меня тренирует и я ее тренирую окей но это не 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 война его вопросы которые задавали до этого можно ли создать свой рот если текущий рот не принимают и отношения в нем токсичные это уже выше пилотаж можно можно но все равно вы будете создавать ее на базе своего рода своих но от этого не отказаться вы же это как вопрос а могу ли я поменять тело если меня она не устраивает вот здесь я могу сказать вы можете его менять изменять изнутри потихонечку потихонечку но избавиться от него вы не сможете от тела хотя вот мы надо этим работой выйти за пределы своего тела за ограничение своего тела перенести сознание душу на другие материальные носители окей это к этому человечество стремится а вот допустим менять свой рот потихонечку менять его коды это можно делать это это такая хорошая такая генетическая или там селекционная работа но в отличие от генетики это просто делается гораздо быстрее то есть это вы же на хотите за одно поколение что-то поменять вам не 10-15 поколений нужно для этого так как почувствовать есть ли связь с родом или нет и как эту связь создавать нужны какие-то прям практики или достаточно просто подумать обратиться мысленно подумайте обратиться вам это зависит от ваших навыков есть у вас сила такого внимания знаете ли вы в какие реперные точки нужно воздействовать своим вниманием и какие процессы запускать то есть вот этот момент и то есть есть у вас навыки знания я бы лучше на на этом основывался когда будет про козерогов упал слушайте да скоро давайте так мы на днях снимем этот ролик до окончания коридора козерог мы от снимем потому что в этом коридоре есть еще свердата мы тоже снимем и далее будем снимать вот ну еще будем снимать всех мы снимем и будем свердата еще снимать вот потихонечку будем давать так какую информацию получает второй ребенок от отца пожалуйста пример информацию до получают ребенок от отца вот и И второй ребёнок идёт по энергетической линии матери. А, всё понял. Он получает не от отца, а от родовой линии отца. Смотрите, вот родовая линия матери, родовая линия отца. И здесь энергообмен какой идёт? Вот, допустим, через детей всё это идёт, через детей, которые возникают в результате этого союза. То есть ребёнок второй линии получает энергию второй линии, то есть родовой линии матери, а информацию получает с родовой линии отца. И наоборот, кто стоит на родовой линии отца, он получает энергию с родовой линии отца, но информацию получает перекрестимый с родовой линией матери. Что это за информация, человек? Что это за информация? Знаете, у вас даже внимание идет к этому, к этой родовой линии. Даже больше человек, оно распутает. Я говорю, я ближе к роду отца, А я вижу, он стоит, нет, он ближе к роду матери, но информация оттуда качает. Оттуда идет информация какая? Какие-то, ну, она разная информация. Ну, допустим, идет информация чисто профессионального уровня. Ну, то есть что-то, какие-то профессиональные навыки идут. Может быть, какие-то дары, таланты идут сюда. То есть вы можете усилить эту родовую линию матери, взяв информацию с родовой линии отца. Вот это взаимное обогащение двух родов идет, соединение. Через что они обогащают? Ну, конечно, через детей. Там вот взаимный энергообмен идет. Здесь энергия получает, но информация отсюда, большей частью, большей частью. Не так, что отсюда информацию не получает, но отсюда чистую информацию получает. И здесь то же самое. Вопрос только фильтров, какую вы информацию получаете, нужна ли она вам. Ну, то есть есть та информация, которая вас усилит, а есть та информация, которая вас не усилит. И вот этот момент. Это еще раз такое творчество родов происходит. И ставить такие фильтры нужно, можно. И правильно это только нужно делать. Это эксперимент, это прикол. Прикольно даже какой-то, значит, интересно. Как должен отец воспитывать своего внебрачного сына, который живет в другой семье? Есть внебрачный сын, как его воспитывать отец должен? Если он растет в другой семье, что за колбаса? Ну-ка, объясни еще раз. Как должен отец воспитывать своего внебрачного сына, который живет в другой семье? А, все, понял, потому что я бы почему-то отчего представил. Все. Своим примером, ребята. Если он живет сильную жизнь, сильную жизнь живет, то это влияет на его сына. То есть в любом случае интерес к нему пойдет. В любом случае интерес к нему пойдет. Понимаете? То есть интерес так и так пойдет, но вопрос, что он будет брать. Представьте, что для этого сына подсознательно он всегда будет тянуться к своему отцу. И если у этого человека есть дары, которые он может передать этому сыну, здесь никакие расстояния не могут этому помешать. Поэтому в данном случае отец только своим примером может влиять. То есть станьте счастливыми. Любому родителю, я говорю, хотите помочь своим детям, да, станьте счастливыми. Меняйтесь, трансформируйтесь. Когда вы меняетесь, трансформируетесь, меняются и трансформируются ваши дети. Вот в данном случае вы влияете на свою жизнь, вы влияете и на жизнь своих детей. Это происходит даже на генетическом уровне. И здесь я не шучу ни в коем случае. Если вы что-то умеете исправлять, то это вы одновременно исправляете у всех своих потоков. Вот к предыдущему вопросу по поводу информации. Третий ребенок откуда берет информацию? Третий ребенок, он как бы стоит на плечах двух родов. И он может воспользоваться этим уникальным шансом, чтобы создать свой новый род. То есть он более, может быть, даже интересен для матрицы человечества. Потому что в данном случае это человек, который может запустить новую родовую ветку. Но стоит он на плечах у двух родов. Здесь такого нет, что вот он новый родовая ветка, прям чистейшая. Он несет, наследует определенные качества. Какие? Если он берет лучшее качество, а он может это сделать, он взял лучшее качество и запускает новую родовую ветку. То есть новый род возникает. Вот поэтому третий, шестой, девятый ребенок, они в данном случае род начинается, новые рода с них начинаются. Если говорить, откуда рода появляются новые. От третьего, шестого, девятого, двенадцатого ребенка от одних и тех же родителей. Так, и для матрицы они как раз таки интересны тем, что третий, шестой, девятый ребенок, он какой-то ноу-хау привносит. То есть он какой-то новый вносит в эгрегор человечества. И эволюционирует в хорошем смысле матрица, то есть наш эгрегор человечества через вот этих ребят. Третий, шестой, девятый, потому что представители рода отца, представители рода матери, их задача сохранить определенные права, которые им были переданы. У третьего, шестого, девятого у них как бы этих прав не то чтобы нет, они от этих прав как бы сами отказываются, чтобы создавать что-то новое, что до этого не было. Просто до этого не было. Ну да, это как растет дерево, то же самое. Да, эволюция. Могут ли быть сразу несколько родоначальников в одному роду? Несколько родоначальников? Знаете, бывает так, главный начальник, если как вы понимаете, и его заместитель. Это может быть? Может быть. Те, которые готовятся на смену. Вот я вижу, допустим, в роду Регина. Регина это такой неосознанный глава рода, как регент. И готовит нового представителя. Вот взгляд падает на этого человека. То есть это даже снаха может быть, или там внучка, племянница. Это передача скорее, да? Да. То есть это наследник, вот знаете, как кронпринц, которому это наследство перейдет. Но он уже принимает в управление участие. Вот в чем прикол. То есть кронпринц, который допущен до управления. Поэтому назвать, что это несколько глав, я не могу. Но то, что это как бы продолжение, причем продолжение, там такая внутренняя договоренность есть. Это да. Это гораздо лучше, чем такая внутриродовая война. Внутриродовая война может быть? Да, может быть. И там, когда... Ну, это вообще тема другая. Я не так часто это вижу, особенно когда дерутся за место главы рода. В основном у родов нынешних проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что никакого внимания к эгороду нет. Это запущенный сад. Вот. Поэтому это надо расчищать. С этим надо очень сильно работать. Ну, как с секатором вначале работать, да. Так, подскажи, пожалуйста, если в семье человек пьет, это значит, он несет на себе корму рода, жены и свою? Я так понимаю, если супруг пьет, он несет на себе корму рода, жены и свою? И что это значит с родовой системой? С родовой системой, что это такое? Ребята, я порой ваши вопросы просто пойму. Как-то он пьет. А какое отношение это иметь, я не помню. Ну, вот, если человек пьет... Так. Давай так. Как ты понимаешь. Да, как я понимаю этот вопрос. Если человек пьет, то он берет на себя карму жены и несет какую-то свою карму? И, в принципе, употребление алкоголя с позиции родовых энергий, что это такое? Смотрите, это программа. Пьянство – это программа, алкоголизм – это программа. А вот, допустим, еще с позиции энергоинформационники, что такое, когда человек пьет? Он сбрасывает силу, то есть это какая-то сила у этого человека есть. И с помощью алкоголя он ее сбрасывает, знаете, как вот все время кровь себе пускает. Если человек выпивает алкоголь, заметьте, у него такой быстрый такой расход энергии идет. Он такой веселый, такой активный становится, там, живчиком какое-то время. Но это быстрый выплеск энергии просто. Что за энергию он выплескивает? Что? Это та энергия, которую он не направил в свое направление, в предназначение, в дух. У него есть какая-то задача, а он не выполняет эту задачу, а энергия ему дана. И он ее как-то сливает. Про карму, что касается… Может ли эта программа передаваться по наследству? Да. Она передается. Может ли это быть отработкой кармы? Я здесь эту связку не понимаю. Может это быть кармой? Да. А является ли это отработкой кармы? Вот сейчас я сейчас догадываюсь две вопросы. Она просто ее сформулировала. Вот у вас, когда правильно сформулированы вопросы, это фактически готовый ответ. Когда у вас там путаница в вопросах, я понимаю, там какая-то путаница в жизни. Я некоторые вопросы даже не читаю из-за этого. А ты просто читаешь, чтобы потом… Поняли, ребята, какие вопросы задают непонятные. Так. 16.06.1984. Вопрос. Как мне чувствуется прород, с мужем развод, почему? Так, я так понял, это… Как мне чувствуется прород, с мужем развод, почему? Это у меня такое ощущение, что мы на уроке русского языка, сейчас родительский, дательский, дательный падеж, там и прочего. Я… Вот это ты для прикол зачитал? Вот вопрос, да. Ребята, какой вопрос, такой ответ? Потому что… Ну, я вопрос не понял. Так. Кому, чему? К тому. В семье генераторов есть один рефлектор. Какая его миссия в этой семье? Рефлектор – жена, муж и дети генераторы. А у меня вопрос, почему вы мужа и детей считаете семьей, и там супруга как рефлектор? Да. Так? Муж, дети… Генераторы, а супруга – рефлектор. И у рефлекторов вообще миссия все-таки не для семьи, а для общего мира, для мира, для… Для сообщества, для мира, для коллектива. Они как зеркало, они отражают то, что происходит. И если они испытывают радость, вот это было классно. Вот как раз-таки удивление, радость, удивление. Да, удивление, радость, да. Это значит, вау, что вокруг реально происходит. Ну, это что-то интересное. У нас на точку несколько рефлекторов приходил, вот на точку прозрения пришел рефлектор. Да. Такой прям яркий показатель, что эта точка такая ключевая какая-то была. Правильный процесс мы запустили, там и рефлектор пришел подтвердить нам это в том числе. Так, очень много вопросов по поводу… У нас ночной марафон или что? Мы сейчас завершаем. Вот последний вопрос, чтобы такую точку поставить. Много вопросов по поводу фамилий. Какую фамилию оставить, какую фамилию взять, как это влияет на детей и прочее, прочее. И вот я хочу, чтобы ты это все-таки дал понимание, что фамилия и энергия рода – это такие вещи взаимодополняемые, но все-таки разные. Вы можете делать апгрейд эгрегора рода через фамилию, апгрейд фамилии. Даже буквально сменив окончание там или же чуть-чуть поменяв букву, вы меняете, перепрограммируете. Это тоже определенный инструмент. И смена фамилий или же работа с фамилией – это отдельная работа. Это, ребята, лучше на консультацию заходить, потому что это индивидуальная работа. Потому что там надо с каждым всегда отдельно разбираться. Сколько фамилий мы поменяли людям, я всегда вижу, что это всегда индивидуальная работа, потому что она не повторяется. Там есть определенные, конечно, шаблоны, но каждый раз это по-разному. Каждый раз это по-разному. И потом там надо попасть. Это созвучие, это определенные звуки, это можно эту фамилию найти по родовой линии матери или родовой линии отца. Но там идти в какие-то такие боковые ветки и вычислять ту фамилию, которая, опять-таки, не противоречит эгрегору рода. Потому что можно сильно даже переломать эгрегора, если вы вдруг какую-то фамилию такую взяли, которая вдруг не вписывается в эгрегору рода. Надо, чтобы это вписалось. И здесь проверка всегда происходит. Ну, давайте, для примера, приведу я. Мы меняем некоторым людям постепенно фамилию. То есть, дали мы эту фамилию и говорим, нет, не надо паспорт менять. Ты пока поставь в какой-нибудь социальной сети одной, вот таким образом представьте. И посмотри, как это работает. Вдруг он там видит, там энергопоток другой включается. Какой? Он правильный, неправильный для тебя? Позитивный, негативный? То есть, как ты там себя ощущаешь? Там ролевая модель у человека вдруг меняется. В какую сторону? Усиливает она тебя или ослабляет? Если этот момент пошел, мы смотрим, да, окей. А может вот это. И там это, ну, я сейчас скажу так. У нас фамилии вопросов нету. Эльвира и я, мы быстро фамилии людям даем. То есть, мы не промахиваемся. У нас очень редко случается, что мы меняем или отменяем собственное решение по фамилии. Почему? Потому что это, ребята, ну, это не фотографию в профиле поменять. Это такой гораздо более серьезный процесс. И там надо иметь ответственность в этом плане. То есть, мы отвечаем за это. То есть, и мы отвечаем в прямом смысле слова, там, ну, как вы говорите, по карме, да? То есть, я не хочу себя карму нарабатывать тем, что я людям, как бы, не те процессы запускаю. Я так понял, ты завершающий вопрос хочешь сказать, да? Нет. Вообще не завершающий вопрос. Просто завершаем. О, отлично. Дорогие друзья, я сделаю небольшое объявление. У нас будет энергия предназначения. Нам мы задали вопрос в эфире. А где будет следующее энергия предназначения? То есть, живой формат. И на него ответил только один человек правильно. Вернее, много. Многие правильно ответили, но он первым ответил. Это Мария Фирсова. И мы делаем подарок 50% скидку на курс, который вот следующий у него по программе идет. В данном случае это был курс энергии здоровья, но пробьется сюда, окей. Вот. Ну, такой шанс, как шанс, как подарок. Будет он у нас 8 февраля. 8 февраля в Москве. Снова по 12 февраля в Москве будет живой формат. Можете присоединяться на онлайн-трансляцию. Это энергия предназначения. Второе объявление, которое я даю, это то, что будет энергия рода. У нас впервые семинар будет выездной в Дубай с 22 по 24 февраля. Это 2023 года и он будет еще там 3 дня, но плюс кто с нами будет на вилле проживать, для них неделя. Допуск такой. Они могут заехать и жить с нами неделю. То есть там уже такая глубокая проработка, индивидуальная. Фактически это как вот такая длительная консультация в данном случае. Еще что. И вторая точка в марте. Да, у нас вторая точка будет. Точка энергии отношений. Кто проходил вторые точки, они знают, что это за точка. Это сильный трансформационный процесс, где запускается сильный процесс, который будет влиять на вас очень, но долгие-долгие годы. И вот эта вторая точка в последний раз состоялась здесь на Бали. А будет она у нас когда? Она будет в феврале, в марте с 12 по 16 марта. 12-16 марта 2023 года в Москве. Welcome. Благодарю, благодарю за поздравления. Да, друзья, приближается Новый год. Я надеюсь, мы как-то в эфир выйдем. Но если не выйдем, ребята, вот это наше такое предновогоднее с вами общение. И поздравляем вас с наступающим 2023 годом. Надеюсь, вы в этот год будете запускать такие большие масштабные цели. И желаю вам того, чтобы вы в этом году все больше и больше осознавали свой дух, жили по своему духу, по своей душе, не изменяли себе, менялись очень активно, менялись свое окружение, в хорошем смысле этого слова. И желаю вам прожить новую жизнь. Новую жизнь и начать ее, вот в канун этого года начать новую жизнь. Всех вам благ, здоровья, успехов, денег, личного счастья. Вот все, что вы хотите себе пожелать, мы к этому только присоединяемся. Я вас обнимаю. Балийский теплый привет вам. Кстати, ураган кончился, да? Дождик, да. Отлично. Все, всего доброго, до новых встреч. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok